Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы еще на нас не подписались, подпишитесь на нашем канале. Большое количество интересного и полезного обо всем, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры в разных форматах тест-драйвы, сравнения и технические обзоры, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Ну а актуальную информацию по нашим автомобилям, вакансиям и т.д. смотрите по ссылке на нашем сайте. В последнее время в обзорах на нашем канале все чаще мелькают более современные варианты праворульных японских автомобилей для внутреннего японского рынка. Не станет исключением и сегодняшний сюжет. В нашем сегодняшнем обзоре компактный хэтчбэк от концерна Mazda. Тройка последней актуальной генерации. Встречайте! Этот автомобиль в четвертом поколении получил наименование Mazda 3 даже на внутреннем рынке, хотя ранее эти модели там назывались Axelo. Кузовной индекс здесь BP. Это машина 2020 года с пробегом 45 тысяч километров по Японии. Здесь передний привод и базовый полуторалитровый мотор бензиновый на 111 лошадиных сил. А вообще заказать эту машину в Японии можно было с одним из четырех вариантов моторов. Здесь были еще двухлитровые бензиновые двигатели, атмосферные и наддувные на 156 и 180 лошадей. Соответственно, плюс дизель. Объем 1,8, 116 лошадей. Коробки передач шестиступенчатые автоматические, либо шестиступенчатая механика. Ну а привод на внутренний рынок мог быть и полным. Габаритные размеры актуального поколения тройки следующие. Длина 4 метра 46 сантиметров. Ширина 1,79 метра. Высота 1,44 метра. Колесная база хэтчбэка 2 метра 72 сантиметра. Радиус разворота 5,3 метра, а снаряженная масса 1340 килограмм. В плане толщины лококрасочного покрытия эта генерация тройки в целом типичный японец. Но в отличие от последних лет выпуска Хонды или Тойоты, где нижняя граница толщины ЛКП, как правило, пролегает в районе 75-80 микрон, а верхняя около 110 у этого автомобиля, слой окраса все же чуть потолще. Нижняя граница где-то в районе 95 микрон. Обзор внутреннего пространства новой тройки начнем с багажного отделения, чей каталожный объем 295 литров для хэтчбэка. Доступ сюда нам открывает крышка багажника, кнопка замка которой искусственно припрятана под эмблемой. Первого взгляда в багажное отделение тройки будет достаточно, чтобы понять, что багажник этот А неглубокий и Б достаточно узкий, ширина проема в данном случае это ровно метр, но это с нижней части. Если же вы будете складывать что-то через верх, то здесь вам доступно всего 86 сантиметров. При этом ширина багажника по полу ровно метр, а расстояние от заднего борта до спинок задних сидений 83 сантиметра. В случае необходимости увести габаритный груз, вы можете сложить спинки заднего сидения, но делать это вам придется из салона. При таком варианте погрузить сюда можно будет что-то длиной до 1 метра 55 сантиметров. А если груз будет достаточно узким, чтобы протолкнуть его между передними креслами, то в этом салоне вы можете увести нечто длиной до 2 метров 45 сантиметров. Так что красивый хэтчбэк Mazda 3 это в том числе и практичная машина. Хотя конечно далеко не грузовая. Ну а что касается дополнительных удобств по багажному отделению, здесь мы видим только плафончик освещения с левой стороны, который включается автоматом при открытии крышки багажника. И под фальшполом у нас отформованная пенопластовая емкость, где есть очень неглубокий карман, место под штатный инструмент, баллонник, домкрат, вороток, буксировочную петлю и ремнобор, герметик и компрессор. Никакого запасного колеса в этом варианте нет. Попав сюда, понимаешь, что дизайнеры в данном случае ориентировались и черпали вдохновение из спортивных автомобилей. На этот здесь работает все. Дизайн передней панели, профиль кресел, обзорность и даже посадка по соотношению положения кресла и рулевого колеса. Все это отсылка к спортивным машинам. Сидишь здесь достаточно низко. Правда, при росте 1,86 м мне быстро удалось подобрать хорошую посадку за рулем. Причем я сижу в данный момент реально удобно. У передних кресел ярко выраженный профиль с боковой поддержкой. Причем как на спинке, так и на подушке сидения тоже. Рулевое колесо имеет механическую регулировку по вылету и по наклону. Причем диапазон этих регулировок реально огромный. Особенно это касается регулировки по вылету. В данный момент я не до конца отодвинул назад водительское сидение, но левую ногу я в колене уже полностью выпрямляю. Правда, при этом еще могу дотянуться носком до пола салона. Если отодвину кресло полностью назад, то уже не дотянусь. Естественно, кресло имеет регулировку по высоте. Правда, в данном случае регулировки механические. Рулевое колесо очень удобное, хваткое, с непривычно тонкими спицами. Это довольно удачная дизайнерская находка. Отделано оно кожей и абсолютно не скользкое. На рулевом колесе два блока клавиш. Левая сторона отвечает за взаимодействие с телефоном, мультимедийной системой и бортовым компьютером. А правая сторона относится к круиз-контролю. Круиз здесь радарный. Он умеет выдерживать дистанцию до передней машины, что в целом крайне полезная опция для тех, кто часто ездит по трассе. Что касается опоры для локтей. На водительской двери есть отделанный кожей подлокотник на дверной карте, а с левой стороны довольно широкий подлокотник центрального тоннеля, который, кстати, здесь довольно высокий. Подлокотник может регулироваться. Можно сдвинуть его назад, таким образом открыть себе доступ к USB и HDMI разъемам, а также 12-вольтовой розетке. Что касается клавиш и органов управления. Блок стеклоподъемников здесь стандартный, правда, расположен слегка под нестандартным наклоном. Боковые зеркала имеют функцию складывания, в данном случае клавиша управления центрального замка вынесена отдельно перед ручкой открывания двери. Справа от руля блок служебных кнопок, в данном случае это выключение парктроников, система стабилизации и отключение системы i-Stop. Подрулевые переключатели на местах, тянуться к ним не нужно. Переключаются они легко, с приятным усилием и в целом вопросов по конфигурации не вызывают. Слева у нас находится кнопка запуска остановки двигателя. Здесь бесключевой доступ. Панель управления, в данном случае кондиционером, удобна. Правда, никакой индикации, кроме наличия здесь светодиодов на клавишах, нет. Но все абсолютно стандартно. Обороты вентилятора и температура регулируются обычными поворотными рукоятками. Рядом с кнопкой аварийки расположилась кнопка включения режима оттаивания лобового стекла и подогрев стекла заднего. Плюс USB разъем. По центру приборной панели находится дисплей мультимедиа, на который выводится картинка с камеры заднего вида. Плюс дополнительная информация по машине, настройке радио, а также сами настройки автомобиля. Плюс навигация, которая в нашем случае пока не активна. Селектор коробки передач привычный, с прямой прорезью и курком разблокировки. Отдельный тумблер приводит в действие спортивный режим работы автомобиля. А перед селектором располагаются клавиши включения-выключения электронного стояночного тормоза, функция автохолд, которая позволяет машине не трогаться с места без нажатия педали газа, что удобно в пробках, поскольку не приходится держать зажатым тормоз. И джойстик управления мультимедийной системой регулировка громкости, а также круглая большая рукоятка, селектор, позволяющая вам путешествовать по меню бортовика. Плюс вспомогательные навигационные клавиши. Приборная панель здесь очень удобная, крайне информативная, выглядит симпатично. Боковые приборы у нас аналоговые, а спидометр тоже в виде круглого колодца цифровой, на который выводится различная информация бортового компьютера. Что касается ниш, бардачков и разного рода подстаканников. На центральной консоли внизу есть удобная плоская полочка, куда можно сложить даже крупный смартфон. Есть два подстаканника перед селектором коробки передач, огромный центральный бокс с перегородкой, которую можно произвольно поставить в несколько положений. Основной бардачок здесь довольно объемный. Войдут сюда не только документы формата А4, но и что-то гораздо более габаритное. А на потолке присутствует очечник. Внизу дверных карт, кстати, довольно объемные карманы. Они глубокие и относительно большой ширины. Сюда также можно положить много мелочевки. Ну а по части обзорности. Обзорность здесь, будем говорить, так ограничена. Капот у этого автомобиля практически при любом положении кресла слепой. То есть к передним габаритам придется привыкать. Лобовое стекло за счет большого наклона очень узкая. Передняя панель высокая. Линия бокового остекления здесь также выше среднего. А боковые зеркала имеют зауженную краю форму. Но в целом на функциональности это мало сказывается, поскольку в данном случае автомобиль оборудован системой мониторинга слепых зон, которая имеет индикацию в виде оранжевых треугольников в наружном верхнем углу зеркала. А с обзорностью назад помогает камера заднего вида. Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с пространством для задних пассажиров у новой тройки. Оказавшись на заднем сидении новой тройки, отмечаю, что в данном случае эту машину роднит со спортивными еще кое-что. Отсутствие места сзади. Если я сажусь сам за собой, при росте 1,86 м, я уже упираюсь коленями в спинку переднего кресла. И здесь не помогает даже отформованная выштамповка, куда колени, по идее, должны прятаться. Места по длине здесь очень немного. Заднее сидение не имеет регулировки по наклону спинки. Оно не столь профилировано, как передняя. Центральная часть здесь плоская, но очень высокий центральный тоннель. Хотя при желании три человека здесь все же разместятся. Что касается удобств для задних пассажиров. В центральной части сидения имеется откидной подлокотник с двумя подстаканниками. Резиновые фиксаторы в которых позволяют надежно зафиксировать стакан, либо бутылочку. Также, будучи современным автомобилем, естественно, эта тройка оборудована системой крепления детских кресел Isofix. На дверных картах у пассажиров также есть отделанные кожей подлокотники и удобные хватки ручки. На этом, собственно, все. Никаких дополнительных розеток, дефлекторов, либо плафонов освещения для задних пассажиров нет. Разве что небольшие кармашки в боковых дверях внизу. Можно ли отправляться на заднем сидении этого автомобиля в дальнюю дорогу? Да. Но при этом ваш рост должен быть меньше. Ну а теперь про двигатели под капотом Мазды Тройки. Базовым в линейке является мотор объемом 1,5 литра, мощностью 111 лошадиных сил и с крутящим моментом 146 ньютонометров. Это P5 VPS. Рядная четверка, алюминиевый блок цилиндров, два верхних распредвала, присутствуют продвинутые фазовращатели на обоих распредвалах и непосредственный впрыск топлива. Соответственно, здесь есть и топливный насос высокого давления. Привод ГРМ здесь цепной, ну а гидрокомпенсаторы в двигателе предусмотрены. В целом этот мотор следует признать достаточно надежным. Его ресурс на практике превышает 250 тысяч километров пробега. Но мотор этот требователен к качеству топлива. А также масла. Масло, кстати, сюда заливается не так много. 3,9 литра, вязкость 0,2 литра. К преимуществам этого двигателя можно отнести хорошие показатели топливной экономичности. Правда, спорткара из даже легкой тройки этот мотор не делает. Помимо повышенных требований к качеству бензина, этот двигатель также имеет ряд, если не слабых мест, то особенностей, которые нужно учитывать. Так, например, на всей серии Skyactiv очень дорогие катушки зажигания, которые имеют в себе встроенные датчики детонации. Поэтому свечи на этих машинах лучше менять по регламенту. Выход из строя катушек достаточно часто бывает связан именно со старыми свечами ненадлежащего качества. Некоторые владельцы успевали отметить наличие расхода масла на угар. Правда, явление это не носит массовый характер и не принимает катастрофических форм. Во всяком случае, пока. Пока эти моторы еще относительно свежие. Подтек моторного масла на лобовине, то есть крышке, закрывающей цепи ГРМ, по этим двигателям к большим пробегам вряд ли следует признавать какой-то особо критичной проблемой. А вот электронный термостат, которым эти моторы укомплектованы, успел отметиться, в том числе и по части замен в дилерских центрах. Во всяком случае, производитель проблему признал и выпустил ревизионную деталь, которая более не подкидывает проблем. О проблемах с термостатом будет свидетельствовать в первую очередь очень медленный прогрев двигателя и низкая рабочая температура в холодное время. Так что подобный эксцесс вы точно никак не пропустите. Ресурс этой силовой установки очень неплох, порядка 250 тысяч километров пробега. Примерно столько же ходит и идейный собрат этого двигателя PE-VPS, который отличается от полторашки рабочим объемом в 2 литра и мощностью 156 лошадиных сил. Крутящий момент у двушки 198 ньютонометров. Объем картера у двухлитрового мотора побольше 4,2 литра. Вязкость масла 0V20 PE-VPS встречается на большом количестве моделей Mazda, в том числе на шестерках, на кроссоверах CX-5 и так далее. Мотор довольно распространенный, а его практический ресурс порядка 300 тысяч километров пробега. В плане конструктива это тот же самый P5 VPS. Второй двухлитровый бензиновый агрегат, который появился совсем недавно, в 2019 году, это мотор новой генерации Skyactiv-X. Его индекс HF-VPH. Мотор выдает 180 либо 190 лошадиных сил в зависимости от версии. Крутящий момент 222 либо 240 ньютонометров. Это рядная четверка с алюминиевым блоком, но уже с компрессором. Современный двигатель имеет крайне высокую степень сжатия 15 к 1. А также особенность системы зажигания. Бензин в этих моторах может воспламеняться как при помощи обычных свечей зажигания на больших оборотах, так и просто от сжатия в режимах, близких к холостому ходу. По своим потребительским качествам, этот компрессорный двигатель просто отличный. Мощность у него соответствует агрегатам гораздо большего объема, а расход топлива как раз таки ближе к полуторалитровым экономичным агрегатам. Но за подобные параметры приходится платить. И в первую очередь этот двигатель очень боится некондиционного бензина. Октановое число того, что вы будете в него заливать, не должно быть ниже 98. Объем заливаемого масла 4,6 литра, вязкость 0,20, ну а интервалы замены лучше все же подсократить с 10 хотя бы до 7000. HFVPH это свежий двигатель, по которому еще практически нет накопленной статистики неисправности, да к тому же достаточно редкий. Ну а последний двигатель дизельный. Его индекс S8 DPTS. 116 лошадиных сил, но целых 270 ньютонометров крутящего момента. Это современный дизель с алюминиевым блоком, также 4-цилиндровый, с интеркулером, с системой впрыска Common Rail, естественно с турбиной, причем с изменяемой геометрией лопаток. Дизель соответствует экологическому классу Евро-6 и имеет на борту продвинутую развитую систему экологии. С которой, судя по отзывам владельцев Mazda CX-3 с дизельным двигателем, как раз таки и происходит основная борьба у тех, кто борется за живучесть двигателя. Привод ГРМ у дизеля также цепной и у него также есть гидрокомпенсаторы. Однако перспективы импорта дизельных вариантов в России и из Японии на данный момент не вполне ясны. Поэтому, если вы все-таки за надежность, рекомендуем остановить свой выбор либо на обычной атмосферной полторашке, либо на двухлитровом двигателе. Что касается коробок передач, что шестиступенчатый автомат, с которым приходит большинство таких автомобилей, вообще не вызывает нареканий в своей работе. По крайней мере, пока и есть все основания полагать, что до пробега в тысяч в 200-250 так оно и будет. Интервал замены рабочей жидкости в автоматических коробках здесь – это 60 тысяч километров пробега. Ну а перед тем, как посмотреть на новую тройку снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету, каталожное значение которого – 14 сантиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствует ли эта информация действительности. А самая низкая точка в передней части автомобиля – это вовсе не защита двигателя, а скорее часть пластикового грязезащитного фартука под передним бампером. Расстояние от поверхности земли до нее всего 11 сантиметров. Передний клюв бампера чуть повыше, в районе 16, так что в какой-то степени припарковаться к поребрику у вас получится. Главное – не увлекаться. Расстояние за передним колесом до порога – порядка 17 сантиметров. В задней части до брызговика – 15, а до порога – 19 сантиметров. И расстояние от земли до края заднего бампера – 23 сантиметра. Причем выхлопная труба полностью в габарите, то есть ниже этой отметки здесь ничего не висит. Плюс короткий задний свес и парковаться задним ходом вы можете к абсолютно любому бордюру. Что касается ходовой части и вида снизу. По подвеске в плане ее конструктивы, эта машина – типичный представитель своего класса. Передняя подвеска типа Макферсон, ну а сзади – зависимая схема. Что касается вида снизу, то все тут закрыто защитами. Причем в передней части автомобиля защита довольно плотная, хоть и пластиковая. А вот за подрамником начинаются металлические теплозащитные экраны. Шаровые опоры в данном случае у нас выполнены как единое целое с рычагом. То есть в случае их замены на дубликат потенциально придется перепрессовывать. Сами рычаги по современной моде не поражают воображение своей какой-то глобальной визуальной прочностью. Рулевая рейка, естественно, электрическая. Никакого гура на этом автомобиле нет и в помине. Стабилизатор поперечной устойчивости здесь крепится на подрамнике. И чтобы до него добраться, придется как минимум разобрать защиты. При этом доступ к его компонентам все равно эталонным не назвать. В плане защиты от коррозии сказать что-то определенное тяжело, поскольку все днище автомобиля на всю длину закрыто пластиковыми защитами и термоэкранами. Но, во всяком случае, в открытых местах, например, на порогах, никакого дополнительного антикора вообще не видно. В задней части автомобиля, опять же, закрытые различного вида комбинированными защитами, находится топливный бак. Он пластиковый, его объем 51 литр. Задняя подвеска представлена в нашем случае как самая обычная балка с двумя сайлинблоками. Пружина и амортизатор разнесены отдельно. Задние тормоза у автомобиля дисковые. А по части антикоррозионной обработки в задней части уже проглядывается и шовный герметик, и, собственно говоря, следовые количества дополнительной антикоррозийки, которая нанесена на открытых участках кузова, в том числе на тазике багажника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вас заинтересовал конкретный экземпляр на нашем подъемнике сегодня, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео авто все еще будет в продаже в автосалоне RDM Import в городе Новосибирске. Все интересующие вас дополнительную информацию по машине уточняйте по контактному телефону. Он указан в описании под видеороликом. На нем же есть WhatsApp, так что звоните, пишите, задавайте вопросы. Если обзор был полезен или понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока!